Здравствуйте, дорогие друзья! Я вновь вас приветствую в программе «Хлеб» на каждый день. Доброе утро всем, кто проснулся и кто с нами завтракает. Мы продолжаем с вами двигаться вместе с Соломоном. Я думаю, что если мы выбираем для себя Бога на первое место, то с таким человеком он, в принципе, пойдет по жизни всегда рядом. Потому как отстать от него – это значит оказаться один на один с проблемами, с опасностями. Но продвигаться с Богом – это значит иметь то, что называется и покров, и совет вовремя, и защита. И вот один из советов, который мы сейчас с вами рассмотрим, как раз дан с Соломоном. Опять же в третьей главе, но уже третий стих из книги притчи. «Милость и истина, да и не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижале сердца твоего». Знакомые слова. Но я хочу немножечко с вами разобрать понятие «милость» и «истина». Не исключают ли они одно другое? Ведь если истина, то это справедливость. А милость – это явление, которое не заслуживает человек, и ему его надо получить. Получить милость. И поэтому сегодня, говоря с вами об этом, я хочу, чтобы мы узнали, что же такое милость. И кому ее надо оказывать? С одной стороны, я не думаю, что есть хотя бы один человек на земле, который бы не нуждался, чтобы в его адрес когда-то была проявлена милость. Каждый из нас, мы бывали в такой ситуации, когда не хотели, чтобы с нами поступили по справедливости. И поэтому Господь знает, что мы в ней нуждаемся. Но с другой стороны, как часто мы сами оказываем милость в адрес другого человека? Если сегодня Господь даст такую ситуацию, какова будет реакция? Мы будем искать справедливости? Мы будем настаивать на справедливости? Либо будем милосердны? Поэтому сочетание милость и истины, да не оставляют тебя, оно интересное. Идет речь как о милости, так и о справедливости, об истине. То есть тогда, когда ты четко знаешь, что это несправедливо, или что произошло, и тебе надо оказать милость человеку. То есть у тебя есть картина, полная картина. Поэтому на первом месте стоит милость. Ты оказываешь милость не потому, что ты будешь настаивать на суде для этого человека, а потому, что ты хочешь, чтобы милость была и к тебе когда-то проявлена. Итак, друзья, мы с вами в числе тех людей, кто живет на земле. А на земле всем нужна милость. Но и истину важно знать, чтобы мы не жили в каких-то иллюзиях. Милость и истина – это то, что предлагает Соломон записать. «Обвежи имя шею твою, напиши на скрижале сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Это то, чем он завершает эту мысль. Поэтому я желаю, друзья, чтобы мы с вами, оказывая милость, понимали, мы сами в ней когда-то понуждаемся, и Бог дает нам возможность сегодня проложить этот путь. И милость и благоволение в глазах Бога и людей – это и есть наш результат правильного выбора ранее. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы сегодня можем молиться о том, чтобы Ты дал нам не пропустить возможность оказать милость. Милость к человеку, который, может быть, несправедливо обошелся с нами. Но я благодарю Тебя, что у нас есть сегодня такое право принять от Тебя эту царскую природу, миловать, и в то же время оказаться в понимании истины, что мы не в иллюзиях живем. У нас есть картина правильная, у нас есть картина правды. И я благодарю Тебя, что Ты поможешь нам не остановиться на достигнутом, а идти шаг за шагом, оказывая милость и оставаясь в истине своего сердца, своего мышления. Благодарю Тебя за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok